Всем привет, Вероника, студия иностранных языков FreeTalk, и сегодня, немножко пообщаясь с вами по-русски для разнообразия, хотела поднять достаточно важный вопрос по поводу разницы наших языков, английского, русского, безусловно много отличий, но есть несколько фундаментальных вещей, которые нужно запоминать сразу же, осваивать сразу же, иначе потом это звучит, ну, правда, очень глупо. На простых вещах, например, слово «пожалуйста», мы не задумываемся, но мы его используем в разных контекстах, говоря по-русски, а в английском для каждого этого контекста будет свой вариант. Ну, например, когда вы о чем-то просите, говорите там «передайте мне сахар, пожалуйста», в английском это «please», который сразу, первый перевод, но подумайте, по-русски мы также говорим «пожалуйста», когда мы, например, благодарим, ну, точнее, человек что-то сделал, да, говорят «спасибо», вежливо ответить «пожалуйста», ну, просто этикет, но в английском, если вам говорят «thank you», а вы им говорите «please», «what the hell», все, разрыв шаблона. В таком случае нужно говорить фразу «you're welcome», можно сказать «not at all», или там «it doesn't matter», но что-то такое, то есть «please» в данном контексте не пойдет. Другой пример. Мы часто говорим «пожалуйста», когда мы что-то подаем человеку, да, он там пришел что-то передать, мы передаем, мы говорим «вот, пожалуйста, возьмите», или просто «пожалуйста». Опять-таки, если вы будете что-то протягивать человека, говорить «please», он вас, наверное, не поймет, правда. В таком случае две фразы, которые непереводимы дословно, это «here you are», или «there you go», если вам что-то протягивают, при этом вам, скорее всего, скажут «here you are», или «there you go». Тут очень важно, вы слышите «go», это не значит, что вас куда-то посылают, это вежливо вам протягивают, подают какую-то вещь, говорят «возьмите, пожалуйста». Поэтому такие нюансы, они важны, старайтесь сразу в них разбираться, сразу запоминать, потому что, конечно же, английский нам зачем? Чтобы общаться, и хочется, чтобы таких вот неловких моментов, awkward situations, было меньше. Поэтому упражняйтесь, практикуйтесь, занимайтесь, и продолжайте смотреть наш видеоблог. Bye-bye!